Давайте, с вашего позволения, вводную часть начну, потому что многие, особенно наши молодые сотрудники, кто первый раз задает вопрос, что это у нас стандартизация, вообще зачем нужны эти стандарты, кому они нужны. Мне хочется для тех, кто не знает, объяснить, что стандарты – это вообще весь очень важное, потому что они в первую очередь нужны, конечно, потребителям, тех, кто приобретает товары, услуги. И, конечно, когда на соответствии с стандартом продукты и решения получают сертификаты соответствия, то они более уверены в качестве данных продуктов, услуг и так далее. Кому еще нужны? Нужны, конечно, они и разработчикам стандарты, потому что они должны понимать, к чему они должны стремиться, каким требованиям они должны удовлетворять, особенно если касается сертификации. Даже в системах добровольной сертификации должны быть документы, на соответствии с которым смотрятся заявленные свойства и функции, на соответствии с каким стандартам или каким документам. Когда стандартов нет, то вот вы знаете, что у нас сейчас до сих пор выписываются сертификаты на СКЗ на соответствии требований федерального закона номер 63. Понимаете? Но это, значит, ввиду того, что стандартов, хотя они и есть у нас стандарт 3410, вы знаете, по электронной подписи, например, но он не охватывает все свойства, которые нужно проверять при сертификации. Ну и, конечно, стандарты нужны регуляторам, потому что регуляторам нужно решать задачу, к ним обращаются, говорят, нужно сертифицировать, нужно на соответствии чему-то проводить сертификацию. Это вот вводная такая часть, а зачем нам нужны стандарты? Ну, поскольку потихонечку зал заполняется, я думаю, что такую маленькую вводную часть я сказал. В своем докладе я постараюсь начать с того, что немножечко хотелось бы все-таки вернуться и к нашим предыдущим двум дням, потому что вопросы, которые и на первой дискуссии у нас, на пленарном фактически заседании вставали, и вчера, значит, они непосредственно очень часто касались стандартов. И развитию стандартизации у нас системы национальных стандартов ГОСТР в Российской Федерации. В этой части мне, конечно, тоже хотелось бы заступиться за ФСТЭК, потому что в первый день, если помните, обсуждалось, что вот стандарты, которые ТК-26 разрабатывает, ну, я являюсь и там, и там членом, поэтому хочу сказать, что в отличие от стандартов, которые в 26 ТК, стандарты ФСТЭК, они, на мой взгляд, все-таки развиваются, ну, более-менее планомерно, и они очень важную вещь, значит, ФСТЭК проводят в жизнь во всех последних стандартах у нас есть понятие уровней доверия, потому что оценить до, там, десятитысячных или, там, как вот стойкость оценивается, там, два, там, в 50-е и в 150-е и так далее, значит, на самом деле не всегда это удается довести до цифры, но уровни доверия, которые вводят в СТЭК последовательно и для систем защиты информации с 76 приказом и так далее, то есть это вещь очень важная, потому что мы понимаем, что уровень доверия – это понятие сложное, но которое полностью зависит от усилий, от средств, от, значит, которые вложены в данный, допустим, продукт, чтобы он отвечал определенным свойствам на определенном уровне доверия, и соотношение вот этих уровней доверия с системами по уровням защищенности, они в австековских документах тоже присутствуют, то есть я здесь, как, значит, адвокат, немножко заступаю за нашу замечательную... Алексей Геннадьевич уже практически полномерно переходит свой доклад, ну, я вас прервал, Алексей Геннадьевич, на одну минуту буквально, да, Добрый день, коллеги, рад всех приветствовать, наверное, мы дошли сегодня до самой технологической секции этой конференции, то есть где мы будем говорить о технологиях, не о нормах закона, а именно о технологиях конкретных, реальных... Вот у нас запланировано 6 докладов, и, ну, нашу секцию открывает Алексей Геннадьевич, как раз вот с проблемами стандартизации в области инфраструктуры открытых ключей и доверенных сервисов. Спасибо за представление, но мне хочется не с первого слайда начать, а сразу со второго, потому что мы долгое время стыдливо умалчивали, а вот как у нас строится система стандартизации. Вы знаете, что в 2002 году была полная революция совершена, нас упразднены были и государственные стандарты, и отраслевые стандарты, должны были появиться технические регламенты, тогдашнее Годаровское Минэкономразвитие не смогло родить нормальный технический регламент, и, в общем, оно все развивается вот так, как есть. Но, тем не менее, если мы посмотрим на взаимоотношения всемирных организаций у нас мировых по стандартизации, это, в первую очередь, ИСО и ЕГЭК, и, значит, кстати говоря, и Международный союз электросвязи, они тесно связаны с ВТО и, в общем, и с всемирным банком. Ну и вот в наших сегодняшних условиях, когда у нас вынуждено импортозамещение, ускоренными темпами делается, встает вопрос, а не надо ли нам немножечко скорректировать нашу систему планирования стандартов под сегодняшний день. Для этого, на мой взгляд, нужно выработать стратегию, о которой говорилось много. И этой стратегии развития стандартов системы ГОСТ-Р, конечно, нужно придерживаться. Это вот моя точка зрения, потому что это вопрос очень серьезный, вопрос безопасности нашей страны и того, чтобы наши технические решения стыковались между собой, чтобы было на что сертифицировать нам свои решения и так далее. То есть это вопрос очень важный. Если мы посмотрим, каким стандартам сейчас уделяется внимание, есть у нас четвертая рабочая группа в подкомитете 27-м ИСО, которая, если вы обратите внимание, до сих пор совершенствует. Основной стандарт PKI – это X509, который у нас уже появляется в нашей нормативной базе и в наших стандартах в качестве ссылки. А вот есть X509. На самом деле X509 у нас есть только в переводе уважаемого того же Международного союза электросвязи, ниже покажу, 2007 года. То есть работа продолжается, и я вам скажу, что эта работа очень важная. Мы, к сожалению, здесь пока еще свою лепту не внесли, в отличие от стандартов по криптографии, слава богу, там у нас маршалка есть, которая работает и весьма успешно создает стандарты на международном уровне. Пятая рабочая группа – это идентификация и прайвеси. Вы видите, что из 27 стандартов, которые сегодня, вот этому документу всего лишь полтора месяца назад, был утвержден план работы на 2023-2024 год. Красненьким я здесь подсветил слово такое «прайвеси» есть. Это защита неприкосновенности частной жизни в цифровом мире. Обратите внимание, что более 85 стандартов, которые сейчас находятся в работе, именно вот серии 27 здесь показаны, они непосредственно связаны с защитой неприкосновенности частной жизни. Это вопросы деидентификации, деперсонализации, то есть это обезличка в цифровом мире. И сохранение свойств баз данных, которые существуют. Этому уделяется в мире большое внимание. Вопрос о защите перс данных и неприкосновенности частной жизни у нас до сих пор открыт. Несмотря на поправки, которые у нас вводятся, и небольшое завинчивание ганек, стандарт 152-й не работает до сих пор. Потому что из присутствующих здесь можете проверить ваши перс данные, гуляют по интернету до сих пор безнаказанно. И это вопрос тоже очень серьезный, это вопрос об расспособности нашей страны. Дальше. Общие проблемы планирования. Мне бы хотелось все-таки подчеркнуть, что у нас все-таки отсутствует стратегическое планирование, потому что в текущий момент все технические комитеты по своей инициативе, эксперты собираются и говорят, вот нужен такой стандарт. Значит, он разрабатывается и планируется к разработке в ТК. Росстандарт собирает вот эти заявки, выверстает общий план развития стандартов. То есть у нас идет планирование снизу. Планирование сверху, тем более управление планированием, оно на сегодняшний момент отсутствует. Последний раз вот была тут недавно конференция «Армия-2023». Я официально тоже вот на конференции при большом ощущении народа нашему уважаемому представителю Росстандарта очередной задал вопрос. Да, он подтвердил, что, к сожалению, это так. Но нам нужно вот этот вопрос, конечно, прорабатывать. И мне бы хотелось обратиться официально с просьбой к нашему Минцифры, чтобы были запланированы работы как по серии Х, 509, 842 и так далее, так и многие другие стандарты, которые нам очень нужны в части обвязки вокруг электронной подписи. Потому что у нас нормативка и стандарты, они очень хорошие, и они касаются в основном электронной подписи, а на самом деле нам нужно, чтобы было все-таки достигнут определенный уровень доверия к документам в электронном виде, которые подписаны электронной подписью, усиленной квалифицированной. Это вот задача, которая до сих пор у нас до конца, к сожалению, не решена. А эта задача очень важная. Это и есть основное направление питья. Не только подпись, но и сервисы безопасности, которые эту подпись должны поддерживать на должном уровне доверия к документу подписанному. Дальше. Значит, де-факто у нас, поскольку ВТО навязывало нам и наши ГОСТы, которые говорят о том, как писать стандарты, в основном ориентированы на IDT, на создание идентичных стандартов. Они нужны, они нам очень нужны для того, чтобы знать, что творится в мире, но они не должны содержать сугубо нормативные положения, потому что стандарты обычно стоят из нормативных, информации, так сказать, к сведению, не нормативного плана. Вот, мне кажется, что наш путь сегодня, он может быть сведен к тому, что если будут поставлены такие задачи, мы можем догнать систему международных стандартов с помощью неэквивалентных стандартов. Всего три типа. Значит, у нас есть IDT-стандарты идентичные, есть модернизированные, есть неэквивалентные, которые могут вбирать в себя несколько стандартов, которые позволят нам приблизить срок выхода стандартов, как это в разных странах, до одного года. И если раньше, вот кто занимался историей стандартизации, можно было посмотреть, что Международный союз электросвязи выпускал стандарт, через пять лет появлялся стандарт уже для всех отраслей, не только для отрасли связи, международной, от ИСО. Сейчас это сокращалось, сокращалось до трех, потом до одного года, сейчас разработка ведется уже одновременно. Стандарт предлагается Международный союз электросвязи, он тут же начинает обсуждаться в ИСО, и выходит практически уже совместный стандарт, то есть такая практика уже принята. Нам вот эту практику нужно внедрять у нас в Российской Федерации. Дальше идем. Основные стандарты по PKI. Вы видите, вот X509, здесь я показываю, что уже девятая версия сейчас существует. К сожалению, я повторяю, у нас есть только плохой перевод. Вы видите, я его специально выделил, значит, как переводится. Это первый буллет, значит, на сайте перевод официальный, что X509 – это справочник, система сертификатов, гардерпичных ключей и атрибутов. Ну, не смешно, господа. Это просто не смешно. Вот нам это дают, и мы это, простите, хаваем. Да, извините за грубое слово. Потому что сути этого стандарта название не отражает. Для тех, кто понимает. Отсутствие официального перевода X842, ДТС, да, что это такое? По-русски на сайте, зайдите, ITU, вы увидите, руководящие принципы использования надежных сторонних служб и управления ими. Это о чем? Нам нужны доверенные сервисы, доверенные службы. А это, простите, значит, вот, это тоже нам навязано. Это тоже проплатено нашими бывшими друзьями, с которыми мы долгое время дружили. Поэтому вопрос планирования и управления процессом развития стандартов это вопрос о брандоспособности нашей страны. Дальше, значит, PTI. По определению, это инфраструктура доверия к открытым ключам, которые содержатся у нас в сертификатах. Потому что, значит, сертификат, вы знаете, что есть они трех видов. Не только сертификат проверки подписи, но и, значит, есть сертификаты доступа, есть атрибутные сертификаты. У нас есть аналог, вот сейчас МЧД, с реестром это фактически в некотором роде атрибутные сертификаты. Ну, так вот, по сути, да, хотя это официально не признается. Но, вы знаете, мы к этому все равно придем. Потому что к этому пришли многие страны. Поэтому, значит, вот мне бы хотелось, чтобы мы сегодня все-таки сознавали, что у нас явные перекосы в нормативной базе вокруг электронной подписи. А вот как эту подпись имплементировать, как ее использовать, как ее проверять правильно, как проверять валидность сертификатов и так далее. Вот нам нормативки этой не хватает. Я уж не говорю про аутентификацию. Если мы, значит, понимаем, что у нас электронная подпись дергается, извините, прикладом, и если у нас в прикладе используется пароль для доступа, а потом мы используем там самые строгие механизмы для подтверждения личности, уже когда из приложения дергается, то по известному закону о том, что защищенность системы определяется слабым звеном, естественно, у нас все подписи есть так по большому счету разобрать, они большей частью простые, а вовсе не усиленные, квалифицированные. Это тоже проблема, до сих пор она не решена, потому что требований таких, извините, до сих пор нет и стандарта нет на эту тему, хотя в международном плане это все давно разобрано и сделано. Ну и сервисы, идентификация, аутентификация, проверка полномочий, штампы времени, а не конкретный протокол, значит, валидация, то есть проверка действительности сертификатов, это целый процесс, который тоже из трех сервисов безопасности, доверенных сервисов должен состоять, точно так же, как и подпись из трех сервисов, точно так же, как и аутентификация из трех доверенных сервисов состоит. Это сложные сервисы, которые связаны между собой, и они позволяют нам говорить о системе доверия, об уровне доверия, который мы получаем, когда мы подписываем усиленные квалифицированные подписью документы. Если мы хотим, чтобы он действительно имел юридическую силу, то, простите, нам это все нужно строить и делать. Я уж не говорю о том, что гарантированная доставка документов и сообщений у нас вообще в нормативной базе отсутствует, хотя это очень важный компонент со своими техническими решениями. Ну и теперь все-таки у нас не так все плохо. Конечно, у нас задач много, но многое сделано. Здесь вот ТК-26, я привожу, что у нас есть и международные стандарты с участием наших российских экспертов, и национальные стандарты по подписи, и достаточно развитые рекомендации. То есть, в принципе, несмотря на отсутствие такой направляющей руководящей силы Росстандарта, у нас все-таки создается многое для того, чтобы можно было работать. В 3.62 ТК тоже, видите, есть уже утвержденный стандарт, стандарты на разных стадиях утверждения, то есть работа ведется. Она, может быть, ведется не совсем комплексно и планомерно, но хотелось бы этот процесс упорядочить, чтобы он был комплексным, планомерным и чтобы охватывал все аспекты, необходимые нам для работы. Ну, и поскольку я люблю все-таки краткие выступления, чтобы было время на вопросы, хочется выводы определенные сделать из этого материала, который я подготовил. Потому что нам сегодня, конечно, нужно смотреть, во-первых, на опыт международных стандартов. Вы видите, я показал, что в принципе развитие, там есть традиции в ИСО, каждые 5 лет каждый стандарт обязан пересматриваться. Но в данное время идет перекос именно вот в нашей рабочей группе почти 90% стандартов. Значит, оно посвящено проблемам защиты неприкосновенности частной жизни в нашем цифровом развивающемся мире. И нам нужно на это тоже обращать внимание. Как мы это будем решать? На самом деле всего два стандарта, посвященных защите персданных из более, ну, почти 30 сейчас стандартов, которые есть. Поэтому нам нужно вот на это обратить внимание, чтобы нам догонять и перегонять применительно к нашим условиям, чтобы не было, чтобы наш стандарт не противоречил нашей нормативно-правовой базе. Ну и, конечно, вот подчеркиваю, что хотелось бы, чтобы наши стандарты развивались полномерно, чтобы мы выработали определенную стратегию или как мы можем назвать это. По-разному может называться, но чтобы была у нас некая линия, к которой мы придерживались. Ну и, естественно, национальные стандарты должны способствовать, нам нужно управлять доверием к нашим сервисам, которые поддерживают фактически те же самые реквизиты, только в электронном виде, на электронном документе. У меня все. Спасибо вам за внимание. Готов ответить на вопросы. Потому что программа у нас сегодня очень интересная. И сейчас вот Александр Иванович представит следующего докладчика. Есть вопросы? Давайте. Я готов ответить. На любой вопрос. Пока нет. Пока публика думает. Можно презентацию вернуть, коллеги? Предпоследний слайд до выводов. Я просто хотел обратить внимание, что у нас первые два дня конференции были посвящены вопросам, в первую очередь, технологиям и нормативного регулирования. А вот Алексей Геннадьевич очень хорошо рассказал про стандартизацию, как элемент, который может дополнять. То есть стандарты, они, это не что-то, как лебедь, рак и щука, да, то есть который тянет в какую-то сторону. Еще на один слайд, если можно. Назад. Да, да, да. Вот. И еще на один, да. И это не то, что там что-то противопоставляется. То есть, на мой взгляд, для гармоничного развития отрасли должно развиваться не только нормативное регулирование, но и стандартизация. И вот выскажу свое личное мнение, то есть то, что некоторые документы, приказы, там, Министерства цифрового развития, которые, например, определяют форматы электронных подписей или еще что-то, это на самом деле, вот их нужно имплементировать в стандарты, потому что, ну, как бы это не норма закона определять, не норма, ну, то есть не может быть нормой, на мой взгляд, там, ну, формат электронной подписи, да, то есть там, это не совсем предмет нормативного регулирования, а это все-таки ближе к стандартизации. Ну, вот, если вы посмотрите на вот этот слайд, который выведен, там есть документы, например, там, которые описывают алгоритм штампов, протоколов штампов времени. Да, это вот предмет стандартизации, на него можно опираться в нормативной плоскости. Я поддержу Александра Ивановича, потому что смешно, когда читаешь федеральный закон, да, и там технические тремы отправляются, они должны быть в стандартах. Да, все верно. Ну, здесь я это связываю с единственным, ну, с единственным, как бы, обстоятельством, то, что, ну, ни для кого не секрет, что ТК-26 – это технический комитет по стандартизации, криптографическая защита информации, он ведется в Федеральной службе безопасности. ТК-362 – это технический комитет защиты информации, он ведется в стеках России. У нас есть ТК-22 – информационные технологии, то есть аналог, да, 27-го подкомитета, ну, вроде как бы подразумевается, что этот технический комитет должен, ну, наверное, обеспечивать цифровую, ну, развитие цифровой области. Но, к сожалению, Минцифры очень холодно к нему относятся, хотя, наверное, оно могло бы вот с помощью этого технического комитета реализовывать свои идеи и задачи, в том числе, касающиеся, там, X-509 или других направлений, вот. Ну, это такой призыв, я не знаю, есть ли представители Минцифры в зале, то есть, ну, это вот призыв, как бы, коллегам. Это большая просьба, вот, призыв. Задуматься над этим. Вы знаете, у каждого ТК есть паспорт и направления, в которых он имеет право работать. Поэтому, конечно, у 22-го ТК обширные, значит, направления, их много, и вполне туда вот все бы вошло. Ну что, давайте представим следующий доклад. Спасибо, Алексей Геннадьевич, давайте еще раз поблагодарим докладчика. Ну и продолжит Наталья Хромцовская. Участие представителей России в международной стандартизации по управлению документами и информацией. Наталья Александровна, я знаю, что у вас обычно очень много материала, просьба придерживаться регламента по возможности. Мы вас знаем давно. Счет пошел, ты не мешаешь. Понял. Уважаемые коллеги, мой доклад фактически такое логичное продолжение доклада Алексея Геннадьевича, потому что я просто буду рассказывать о работе еще четырех комитетов по стандартизации ИСО. У меня есть. Но начать хочу очень кратко с оценки общей ситуации ВСО, которая есть на сегодняшний день. Интересно, Алексей, согласится или нет. Вообще, ИСО переживает не лучшие времена, потому что оно потеряло статус органа межгосударственной стандартизации на сегодняшний день и поддержку на государственном уровне во многих странах мира. Поэтому на сегодняшний день в очень многих комитетах работу ведут волонтеры-эксперты. Но понятно, что волонтерство такое условное. Фактически финансирование работы экспертов на международном уровне финансирует тот работодатель, который соглашается на то, что этот человек будет в этом участвовать. Бизнес-модель ИСО, которая сложилась в ранние времена, она сейчас неэффективна. Нет смысла покупать документы ИСО, на которых они очень хорошие деньги зарабатывали, когда всю ту же информацию очень часто можно бесплатно скачать в интернете. Сократились доходы от сертификационных стандартов, ну, прежде всего, менеджмента качества, на которые раньше, так сказать, все молились. Сейчас идет такой полный игнор, я бы сказала. Ну и, конечно, как и во всем мире, наблюдается сильная нехватка экспертов-специалистов, которые способны заменить уходящих представителей старших поколений. Вот сейчас идет смена поколений, но, конечно, европейские эксперты отличаются тем, что как только их отправляют на пенсию, они уходят вот со всех таких экспертных сообществ и прекращают свою деятельность. Почему, не понимаю, но, может быть, просто они считают, что если не платят деньги, то работать не стоит. Ну и, конечно, сдвиги в национально-этническом составе экспертов тоже очень сильно наблюдаются, во всяком случае, в тех четырех технических комитетах, в которых я работаю, очень активно начали действовать товарищи из Азии, начиная с китайцев, корейцев, японцев. Ну и если кто хоть как бы сталкивался с, как бы это правильно назвать, английский-японский, английский-китайский или китайский-английский. Вот, потому что товарищи, конечно, английский знают, но большинство народу, когда они начинают говорить, их просто тогда не понимают. А поскольку сейчас, в общем, работа над стандартами идет в онлайн-режиме, это бывает достаточно серьезная проблема. Ну и это влияет очень серьезно на качество документов. Так, значит, я буду рассказывать о работе в целом ряде технических комитетов, подкомитетах и, соответственно, рабочих группах этих комитетов. Значит, их всего четыре. Два из них точно относятся к управлению информацией и документацией. Это 46-й ТК информации и документации. 171-й ТК, программные приложения для управления информационными материалами, вот все PDF-ы, это все оттуда. И еще два технических комитета, можно сказать, со всех молодых и ранних, это технологии блокчейн и распределенных реестров, он несколько лет назад был создан, и, конечно, искусственный интеллект. Значит, вот, что характерно, вот из этих четырех технических комитетов, в трех я работаю одну от России. Там нет других россиян, можно так сказать. А вот искусственный интеллект, там команда достаточно интересная, сборная, и весьма неплохо там нам получается работать. Я считаю, что это правильно. Значит, кратко по вот этим техническим комитетам. Но, прежде всего, я вот хотела сказать еще одну реплику. Вот еще в первый день заговорили, когда про стандарты, представитель одного из технических комитетов сказал, что были притеснения, так сказать, и россиян притесняют. Да, действительно, это была такая ситуация, когда решением самого ИСУ были прекращена деятельность или приостановлена деятельность всех рабочих групп и технических комитетов, которые возглавляли россияне. Вот в ТК блокчейн у нас там возглавлял маршалка, рабочую группу, вот ее прикрыли. Но дальше было очень интересно, потому что мы начали ожидать, что выкинут всех экспертов россиян. Но как-то это все прошло мимо, а потом косвенно я получила очень интересную информацию, что ИСУ провело опрос экспертов других стран на предмет того, чтобы россиян выкинуть. И большинство проголосовали против. И вот это очень интересно. Я отмечу свой опыт. Из четырех комитетов я ни разу не сталкивалась с дискрементацией по национальному признаку, и это очень хорошо. Вот, значит, теперь смотрите, что с 46-м техническим комитетом. Там есть очень интересный стандарт, он фактически уже готов. Это стратегическое управление информацией. Это такой высокоуровневый документ, который, так сказать, может очень нам помочь, как методический документ. Совершенно понятно. Я вот согласна с Алексеем, что вообще эти документы как методические надо, в первую очередь, это осматривать, а не как обязаловку к применению. Более того, по вот нашему направлению управления информацией, документацией, у нас совсем беда-беда со всеми этими документами. Из-под закона эта база ИСА тоже не очень хорошо. Поэтому благодаря тем стандартам, что мы не только участвовали в разработке, но и потом еще и переводили, и они стали ГОСТами, у нас есть определенный запас методических документов, на основе которого мы можем наших специалистов, которые английским не владеют, познакомить с современными подходами и технологиями. Ну и спорим мы там достаточно бодро. И по двум направлениям. Первое. Мы бьемся за то, чтобы ни один пункт, ни один абзац этих стандартов не противоречил российской законодательно-нормативной базе. И нам удается. А второй момент. Мы включаем туда в качестве предложений, которые не всегда проходят, к сожалению, но те нормы и требования, положения, которые мы считаем важными для наших российских специалистов всех уровней в отношении управления информацией. А после этого, когда мы этот стандарт переводим, вот попробуй этот абзац оттуда исключить. И мы начинаем на этот абзац тыкать и говорить, что вот смотрите, вот в этом международном стандарте, как правильно сказано. Мы, конечно, не говорим, что это мы туда вписали, но это есть. И вообще это, конечно, хорошая идея. Почему? Потому что это концепция. Концепция стратегического управления всей информацией. И она предусматривает объединение усилий представителей всех информационных профессий и всех заинтересованных в информации сторон. И главная задача взять под контроль всю информацию и обеспечить ее согласованное управление. И вот эту вот идею мы планируем, если удастся, этот стандарт на следующий год включить в качестве перевода и создание ГОСТа на основе него. Причем, в чем проблема этого технического комитета? Значит, темпы работ снизились, и, к сожалению, большинство проектов сводятся к внесению изменений поправок в ранее существующие уже стандарты. Это дело, конечно, хорошее, но это значительно тормозит развитие вперед, потому что куча проблем и задач есть не только в нашей стране, но и в других странах мира. У руководства подкомитета, вот этого 46-го, есть желание заняться актуальными вопросами, но они, однако, так сказать, у них очень большая проблема с экспертами и консервативностью этих людей. Опыт создания, но очень интересный есть опыт, когда руководитель подкомитета, под себя пригласила тех экспертов, которые наиболее активно работают в подгруппе, и она регулярно собирает совещание тех экспертов для обсуждения насущных проблем. Причем в ближайшее время ее сменит другой человек, и он уже сказал, что он как бы вот эту группу по себе сохранит, потому что она помогает составлять планы развития. Какие проекты в работе есть, которые интересны? Запрограммированное управление документами. То есть это главным образом описание управления документами в деловых системах. Это у нас есть такая уже проблема, потому что она не только в СЭДах сохраняется, в системах электронного документа оборота, но и во всех информационных системах документы сохраняются. Как там ими управлять? И управление документами в среде структурированных данных. И вот тут вопрос возник, не смогли прийти к единству, что такое структурированные и не структурированные данные. Спорили очень-очень большое время. Еще какие документы в работе, и мы на них уже как бы глаз положили. Первое – это уничтожение документов, процедура. Он выходит на старую СИДИ, и достаточно много современных идей закладывается. Мы там очень активно потоптались, можно сказать, и в первую очередь в отношении электронных документов. Еще один документ управления документами в блокчейн. Это совместно с 307 коммунитетом мы там работаем. Я не знаю представителям экспертного сообщества 307, я там, или этого, неважно. Но мы очень тоже там стараемся, тоже выходят на стадию СИДИ, и рассматриваются особенности управления документами и включения их в распределенные реестры. То есть это такой вот методический документ, который может помочь при разработке как раз распределенных реестров. Ну и управление документами в искусственном интеллекте. Куда ж не выдеться? И вот как раз здесь 42-й объединенный комитет. Вот мы там тоже принимаем участие, и предполагается рассмотреть управление документами именно в этой связи. Что касается 171-го комитета. Это стандарты по управлению документами и контентом с точки зрения поставщиков решений. Было выпущено немало хороших документов. Сейчас качество проектов достаточно сильно снизилось. Работаем мы в нем уже более 10 лет. И прежде всего проблемы именно с кадрами. Потому что там молодежь, которая приходит из разных стран мира, очень узконаправленные специалисты, не хватает широты взгляда, потому что для стандарта это очень требовательно, и иногда приходится лекции просветительные читать в отношении этих вопросов. И очень проявляется коррупцигенность, когда приходят со своим стандартом, вот кровно заинтересованным, вот принимайте как есть. И это, к сожалению, такой текущий проблемный момент. Боремся как можем. Мы не всегда можем переубедить. Но у нас есть хорошее оружие против таких стандартов. Мы их не переводим. Они остаются вне зоны нашего действия. Ну и большое внимание обеспечения доверия к контенту, обеспечения долговременной сохранности. Один из стандартов, который очень интересен, это стандарт по управлению грифованной информацией. Он состоит из двух частей, причем если первый стандарт английский весьма неплох, то вот второй пытались коллеги из Азии представить, пока нам не очень нравится. Значит, что касается 307-го комитета. Шума было много по всему миру, более тысячи экспертов туда записано. Реально работают в группах 5-7-8 человек максимум. Вот. От России я одна. Все остальные ушли оттуда. Несмотря на то, что есть зеркальный комитет, который вроде должен как бы это, но у них вообще успехов никаких. Они даже перевести ни один из тех стандартов, что разработан, они не смогли. Но проекты есть. Есть новая редакция терминологического словаря фактически, но стандарта. Причем там ударно работали очень хорошие эксперты в сочетании блокчейников, информационной безопасности и специалисты в области доархивного дела. И там оттачивался каждый термин. Вот это вот вещь хорошая, и можно было, конечно, заняться переводом. Вот. И документы о стратегическом управлении в контексте блокчейна. Вот это тоже такое направление, вот эти все концептуальные стандарты, стратегическое управление. Вот обращаю внимание. Значит, что касается искусственного интеллекта. Значит, многие аспекты искусственного интеллекта непосредственно связаны с управлением документами и информацией. И выделю два вопроса, которые вот с точки зрения управления именно информацией и документацией очень важны. Первое – это объяснимость и подотчетность искусственного интеллекта. Она строится на основе документирования. И вот как это все встроить в искусственный интеллект, чтобы можно было объяснить, почему он принял то или иное решение, или учил только эти данные, а другие проигнорировал. Вот это важный вопрос. И пытаемся… Там активно работают представители других специальностей, российские специалисты, но вот нас пригласили именно как специалистов по управлению информацией как бы подключиться к этому вопросу. И второй вопрос – доверие. В условиях, когда искусственный интеллект способен производить высокотехнологические фальшивки, мы это все прекрасно уже знаем, каждый реальный документ обрастает взаимосвязями, в эпоху искусственного интеллекта это становится возможным. То есть, когда искусственный интеллект создает целые тома документов, которые объясняют, почему он принял такое решение. И выпуск фальшивок, которые трудно отличить от подлинников, это проблема, которую вот тоже обсуждаем и пытаемся решить. Причем есть подгруппа по качеству данных и жизненному циклу, где мы обсуждаем обеспечение качества данных, в общем-то, имеет очень много общего с обеспечением качества документов. И вот в этом направлении мы пытаемся вот это все срастить. Что, с моей точки зрения, важно и почему мы очень активно работаем. Причем я хочу обратить внимание, что если в бумажную эру заседание таких технических комитетов это два раза в год на недельку в какую-то из стран, то сейчас работой рабочих групп вот тех четырех технических комитетов, о которых я сегодня рассказываю, это как правильно еженедельные, двухчасовые встречи, а то не один раз, где мы пошагово обсуждаем все тексты этих стандартов. Это совершенно другой уровень работы, и это позволяет как раз в удаленном режиме, не сильно отрываясь от основной работы, вот это поддерживать. Но с учетом того, сколько комитетов и рабочих групп, у нас иногда бывает, что у нас с 8 утра до 2 часов ночи заседание каждые 2 часа. Но ничего, вроде выдерживаем пока. Но с моей точки зрения, эта возможность работать на стадии проектов нам позволяет учесть особенности российского законодательства при разработке текста документа и облегчить последующую адаптацию стандартов ИСО в качестве национальных стандартов. Более того, технический комитет ИСО, вернее, технический комитет по искусственному интеллекту, вот наш российский, они сейчас стараются ряд ключевых стандартов по искусственному интеллекту переводить просто в параллель. То есть, как только появляется CD-проект, идет уже перевод стандарта, и самое главное, этот перевод на рабочей группе уже российского подкомитета обсуждается по каждому абзацу. Замечания, обсуждения, какие термины, как лучше перевести, как лучше по-русски сформулировать, чтобы было понятно. Участие в разработке стандарта позволяет, в общем-то, из первых рук получать информацию о положении дел в той или иной отрасли, в тех или иных странах мира и обмениваться опытом. По уничтожению нам пришлось коллегам фактически целую лекцию прочитать, как у нас это все организовано и предусмотрено, потому что многие из стран такие вещи, как экспертиза ценностей документов, экспертные комиссии, документы акта о выделении и уничтожении, они о них первый раз от нас услышали. Вот такое тоже бывает. Ну и стандарты ИСУ полезны как методические документы при разработке отечественных нормативно-правовых актов и стандартов. Я регулярно отслеживаю ситуацию с упоминанием этих стандартов в нормативно-правовых базах наших, в консультанте, например, и меня радует, что вот те стандарты, которые нашей рабочей фактически группой, командой были переведены в отношении управления документами информации, они регулярно, в концептуальных документах ведущих ведомств на них ссылка есть. Ну и сразу скажу, что вот о тех стандартах, что я вам сегодня рассказала, о деятельности и о многих других стандартах, других комитетах, связанных с управлением информацией, у меня на блоге можно посмотреть. Вот там более тысячи постов, по-моему, по стандартизации. На этом мое выступление закончено. Если есть вопросы, готовы ответить. Ну давайте поблагодарим за такой доклад. Спасибо, Наталья Александровна. Такое, в общем, системно выдержанное. Тем более, что вот я по своей рабочей группе с некоторыми этими стандартами тоже знакомился. Вы все правильно изложили, очень хорошо. Но мне хотелось, вот пока у нас тут есть буквально несколько секунд до следующего доклада, вот еще что затронуть, да, по ходу возникло. Вообще, я считаю, что то, что нам продают наши стандарты, это вообще совершенно неправильно. То, что ИСО продолжает продавать там в швейцарских франках, это пусть, это их дело. А то, что у нас. Вот под моим руководством разработано там больше десяти стандартов. И самое удивительное, что приходится для того, чтобы пользоваться этим стандартом, хотя ты вроде сам разрабатываешь, приходится официально покупать. Это небольшие деньги, но это все равно, вот, я считаю, что это практика порочна. Стандарты должны быть общедоступными. Это вот моя точка зрения. Вот, но не все. Ну и, конечно, хотелось бы тоже вот перед следующим докладом затронуть еще один вопрос о квалификации разработчиков. Потому что у нас есть примеры, когда компании, не обладающие достаточно квалификацией, берутся за разработку стандартов, потом их раз опускают, это стандарт, то есть, ну, два на доработку. И все равно люди продолжают упорно грызть этот кактус. Ну, если пироги, должен точать печь пирожник, а сапоги сапожник. Все у меня. Пожалуйста. Да, спасибо еще раз. Ну, давайте перейдем к следующему докладу. Об одной проблеме при выдаче сертификатов открытых ключей постквантовых алгоритмов инкопсуляции ключа. Евгений Алексеев. Здравствуйте, коллеги. Спасибо за возможность выступить здесь. И мой доклад будет довольно необычным для этой нашей конференции, поскольку я вот сколько слушал, тут все доклады такие высокоуровневые про инфраструктуру, про клиентов, как сделать удобно и так далее. И мой доклад, в общем, призван немного напомнить, что в основе всех вот этих вот клиентских там приложений, инфраструктур, сервисов предоставляемых и прочего лежит криптография и лежит математика. И вот этот наш доклад как раз о именно криптографической сути, одной криптографической проблеме. То есть мы здесь не рассказываем о том, как ее решать, мы лишь ее обозначаем для того, чтобы то сообщество, которое занято решением этой проблемы, могло вовремя обратить на это внимание и не допустить ошибку на математическом уровне. А ведь математический уровень это один из первых, вернее даже первый этап вот этого технологического цикла PKI. И если мы допустим ошибку или недоработку там, то это может вылиться в большие страдания и очень большие накладные расходы на всех следующих этапах вот этого технологического цикла. Ну и начну я с того, о чем вчера уже говорили коллеги из Коапа. Так напугать, как они, я, конечно, не смогу, но я должен это сказать, что мы стоим, возможно, на пороге создания полноразмерного квантового компьютера, который похоронит всю нашу текущую криптографию с открытым ключом, электронную подпись и протоколы выработки общего ключа и шифрования с открытым ключом. Когда этот компьютер будет создан и будет ли он создан, неизвестно. И вот два года назад на Арускрипто представитель, по-моему, физфака МГУ на вопрос, когда, по вашему мнению, будет создан квантовый компьютер, он ответил, с моей точки зрения, 15 лет назад. Но, и дальше добавил, что 15 лет назад мои коллеги говорили ровно то же самое. Отвечали на этот вопрос ровно так же. Вот. И здесь нужно все равно этот момент учитывать, и он уже учитывается в работах. При этом, значит, все это обосновывается, то есть то, что мы уже сейчас должны об этом думать даже как о гипотетической угрозе, во-первых, двумя, с моей точки зрения, факторами. Первый – это известная проблема, что трафик сегодняшний, передающийся по сетевым протоколам, передающийся по другим телекоммуникационным сетям, можно записывать сейчас, а расшифровывать потом. Ну, и вторая проблема – это сложность и инерционность технологического процесса, то есть долго займет большое время, чтобы перейти на новую криптографию в промышленных масштабах. Ну, и в части возможных подходов к защите от квантовой угрозы, так называемой. Здесь сейчас у нас существуют два направления технологического развития. Это квантовое распределение ключей, это больше стойкость здесь основана на физических принципах. Это решение подходит для таких больших индустриальных систем, возможно, требует наличия сложной довольно аппаратуры и предварительного распределения симметричного ключа. Другое направление, они, с моей точки зрения, могут и совместно использоваться, как-то они, в общем, не являются конкурентами, наверное, больше именно в параллель идут. Это постквантовые криптографические алгоритмы, о которых мы сегодня и поговорим больше. И стойкость здесь основана на уже математических задачах, и здесь не нужно оборудование, здесь мы можем реализовать эти методы защиты, уже сейчас программно на обычных компьютерах, то есть спрограммированные на квантовом компьютере постквантовые алгоритмы никак не связаны. Что здесь сейчас происходит в мире? Теперь мы про КРК, квантовое распределение ключей забываем, говорим про постквантовые алгоритмы. Два основных класса алгоритмов рассматриваются и разрабатываются в мире, это электронная подпись и алгоритм шифрования ключа, так называемый КЕМ, Кейнг Абсулейшн Меканизм. По сути, для простоты можно воспринимать это как алгоритмы или схемы шифрования с открытым ключом. В мире есть уже нашумевший всем известный конкурс НИСТ, который проводится в США с 2017 года. Там выявлено, обозначено 4 победителя, это одна схема КЕМ и три схемы подписи. Все эти схемы, посткванты в целом, сейчас, наверное, можно выделить три основных новых направления в криптографии математических. Это решетки, коды, исправляющие ошибки и хэш-функции. И вот здесь на слайде обозначено, какие схемы на каких математических принципах основываются. И это уточнение этого довольно будет важно дальше, потому что это существенно усложняет конструкции и приводит к появлению той как раз проблемы, о которой мы с коллегой хотели обозначить здесь. Что касается нашей страны, то в рабочей группе создана была рабочая группа ТК-26. Она функционирует с 2021 года и в разработке тоже идут как раз по вот этим трем направлениям. Есть три схемы подписи, которые в наибольшей степени готовности, у них даже, так сказать, названия уже придуманы. И два тема на основе кодов и решеток. Теперь, значит, постквантовые алгоритмы. Теперь забываем про схему подписи. Она у нас сегодня, та проблема, которую мы сейчас обозначим, она не связана со схемами подписи, она связана именно с алгоритмами шифрования с открытым ключом или схемами. Я буду их использовать как синонимы для упрощения изложения. Если вспоминать, как мы производим сертификат на сертификат открытого ключа для какого-то механизма, то все уже привыкли, что клиент делает запрос на сертификат и подписывает этот запрос на закрытом ключе с помощью закрытого ключа, который соответствует тому открытому ключу, для которого хочется выпустить сертификат. И здесь возникает вопрос, зачем подписывать этот запрос на сертификат. Вот эта подпись, запрос на сертификат позволяет удостоверяющему центру убедиться в том, что клиент знает закрытый ключ, который соответствует тому открытому, для которого нужно произвести связку идентификатора клиента и открытого ключа. Если же это не делать, не делать вот это доказательство, то возникает ряд проблем. Одна из наиболее ярких это атаки, UKS атаки на прикладные протоколы согласования ключа, такие как вот, например, STS-MAC, это если из таких более математических, но то, что может дальше вылиться, это протоколы класса там TLS. Более подробно об этом есть отдельная статья, вот 2003 года на слайде приведена, кому интересно, можно почитать, там более подробно обсуждается то, приводятся примеры практических, практического использования ключевых пар, которые не прошли при выдаче сертификата вот эту вот процедуру Proof of Possession. Теперь к существующей практике. На самом деле вот если аббревиатура KEM в основном возникает тогда, когда возникает слово постквантовый, то есть постквантовый и KEM всегда они там в одном предложении. И вообще мы аббревиатуру KEM во многом узнали тогда, когда вот появился интерес вот к этим постквантовым алгоритмам. То на самом деле KEM у нас в классической криптографии уже существуют. И те самые серверные сертификаты TLS, о которых о массовом распространении, о которых о массовом использовании, внедрении, о которых так здесь много говорилось, это на самом деле сертификаты не подписи, а это сертификаты именно KEMов. И как же вопрос, если это сертификаты KEMов, то как сейчас производится выдача сертификатов, изготовление сертификатов для этих механизмов. И здесь у нас возникает как раз таки вот та особенность, которая благоприятная в данном случае, что формат ключевой пары для вот этих KEMов TLS, которые сейчас есть, это число и соответствующая кратная точка эллиптической кривой. Ровно то же самое, как и для подписи. И именно этим мы пользуемся, когда выпускаем сертификат. То есть у нас по формату все совпадает. Мы просто подписываем на вот этом закрытом ключе запрос на сертификат. И таким образом мы как бы используем ключ D, который закрытый, который по-хорошему должен бы использоваться для исключительно расшифрования данных, используем для подписи. Ну такая схема как бы исследовалась, она безопасна. И вот хорошо, нам повезло, здесь мы можем вот так вот обходиться и применять единообразную процедуру как для KEMов, так и для ключей подписи. А теперь обратимся к тому, что как бы грядет, да, к постквантовым алгоритмам шифрования. Вот и здесь хотелось бы применить ту же самую схему, то есть взять ключ KEMO и на нем подписать. Но для постквантовых криптографических алгоритмов вот это тот факт, что они основываются на много более серьезных, глубоких и сложных математических принципах приводит к тому, что сами ключи вот этих вот преобразований, вот этих вот KEMов и подписей, они имеют очень сложную структуру. Это не случайно выбранная строка, это может быть массив матриц, это может быть вектор многочленов, это может быть много всяк, ну разные структурированные уже объекты, причем мало того, чтобы они по формату странные, так еще и выбраны должны быть из странных распределений вероятности в соответствии с нестандартными, неравномерными, как мы привыкли для обычной подписи распределением вероятности. Вот, если посмотреть даже на расширенный список неста, а это, значит, вот справа подписи, слева темы, еще добавлены пятью альтернативными схемами, которые НИС принял, да, тоже. Вот, то здесь, если проводить, пытаться найти совместимые, то реально в большинстве случаев, вернее, не в большинстве, а во всех случаях, кроме одного, схемы будут по ключам, по форматам ключей несовместимы. И потенциальная совместимость есть лишь у двух схем на решетках. То есть, таким образом, если бы мы у себя приняли в качестве рекомендации или в качестве стандарта хэш, вернее, кем на решетках, например, а подпись на кодах, то мы бы уже подписывать запрос на сертификат, кем мы уже бы просто не смогли чисто программистки, то есть у нас бы ключ не подошел бы к другому механизму. Вот, и дальше, собственно, как можно этот вопрос решать? Здесь этот список возможных подходов не претендует на полноту или на какой-то глубокий обзор. Я надеюсь, что мы в рамках работы НТЦ ЦК, Академии криптографии, поставим работу, которая позволит нам более подробно и более детально изучить этот вопрос и выработать какой-то конкретный подход к решению, поэтому как бы все впереди. Здесь лишь некий первый набросок того, о чем можно, куда можно думать. Вот, и здесь я выделил два, значит, основных направления. Первый это, я его назвал, офлайн запрос на сертификат, то есть то, как мы сейчас все привыкли делать, то есть запрос на сертификат, который может создаться там в одном месте, потом можно принести его в ОЦ и нам выдадут сертификат. И второе направление, это онлайн запрос на сертификат, подразумевает более расширенное взаимодействие, то есть это протокол с более чем тремя пересылками, с не менее чем тремя пересылками. Естественно, хочется, чтобы мы переиспользовали текущую все наработки, текущие технологии, текущие реализации и не сильно отходили бы и не сильно ухудшали бы юзабилити тех технологий, которые мы предоставляем пользователям. А естественно, если их заставлять принимать участие, не просто там нажал кнопку, принес и тебе выдали, а еще в каком-то протоколе, то это сильное изменение привычного хода действий, и это все будет очень сильно влиять на применимость механизмов, их востребованность и удобство использования. Так вот, первое направление, это все-таки попробовать создать, так же, как у нас сейчас есть, совместимые по ключам, безопасно совместимые схемы кема и подписи. Вот, и здесь, опять же, если посмотреть более детально на те схемы, которые есть сейчас в НЕСТЕ, то вот потенциально совместимыми являются кайбер и делитиум, кем и подпись. И вот здесь вот для того, чтобы проиллюстрировать то, что я говорил, закрытый ключ – это два вектора многочленов уже, это никакие не случайные строчки, а открытый ключ – это матрицы вектора многочленов. То есть очень сложно устроенные объекты, причем и выбирать их в соответствии с обоснованиями, для того, чтобы схема работала безопасно, необходимо из специального распределения над соответствующим кольцом многочленов. И да, они потенциально совместимы, но есть проблемы. Во-первых, для одного и того же уровня стойкости вот этих двух схем необходимы разные значения параметров. И таким образом мы, если мы хотим уравновесить все, то у нас опять же ключи будут не совпадать по формату. Плюс есть некоторые дополнительные механизмы, используемые для сжатия открытого ключа в схеме делитиум, и от них, возможно, тоже придется отказаться, если, например, гипотетически вообразить себе, что мы хотим из этих двух схем сделать совместимые по ключам схемы. Так что здесь есть несколько открытых направлений. То есть, во-первых, нужно, чтобы одинаковые были схемы генерации ключей. То есть, как у нас сейчас в ТК-26, когда порой две разные рабочие группы, то есть два разных коллектива работают над схемой кем и схемой подписи, вот здесь, возможно, это дело стоит пересмотреть и попытаться, чтобы, например, одна группа сразу разрабатывала два механизма, потому что вот ровно по вот этой вот причине. Ну и здесь, естественно, не следует забывать о том, что все сейчас постквантовые алгоритмы, это очень новая область. Вот пример изогений, криптосистем на изогении, которые считались вроде бы фаворитами в этой гонке, но потом были уничтожены, по сути, алгоритмом, основанным на теореме 1953 года, незамеченной ранее, говорит о том, что очень глубокий порог входа и экспертиза, которая здесь поставляется, она не столь велика, как в обычной нашей привычной криптографии. Вот, и поэтому особое внимание здесь, конечно, стоит уделить исследованию и оценке безопасности, защищенности вот этого совместного использования одного ключа в двух разных механизмах. Здесь об этом не стоит забывать. Следующий такой вариант – это зашифрованный сертификат. То есть мы подаем запрос без ничего мы не подписываем, а вот удостоверяющий центр нам возвращает зашифрованный сертификат на нашем открытом ключе. То есть, по сути, если мы не знаем закрытый ключ, то этот сертификат, он, да, выпущен, но мы его не получим и не сможем им воспользоваться. Такой способ упоминается в RFC 42.10, в котором описан протокол КМП, но здесь даже в этом RFC упоминается эксплуатационный недостаток, что УЦ не сможет тогда публиковать этот сертификат после того, как он был выработан, до того, как он получит подтверждение от пользователя, что он его расшифровал успешно. Ну а здесь без дополнительного второго сообщения от клиента сделать просто невозможно. И еще есть криптографические недостатки у такого подхода. Это кросс-протокольные атаки. Довольно известная тема, когда мы берем открытый ключ из прикладной какой-то системы, в которой аутентификация основана на предъявлении результата расшифрования и получив этот сертификат обратно в эту систему засовываемый штатным образом, собственно, нарушитель и расшифровывает этот сертификат для себя. Вот. И никто ничего не замечает. И третий способ, который лично я считаю наиболее интересным, новым и достойным внимания в рамках работ рабочей группы, это расширение интерфейса КЕМ с помощью так называемого подхода верифицируемой генерации, проверяемой генерации, проверяемой генерации, который был предложен совсем недавно, в 22-м году. И здесь, по сути, мы делаем некий аналог совместного использования ключа в двух схемах, но только вот эта подпись на этом ключе, по сути, делается один раз только в момент генерации. И вот KGEN, то есть функция генерации ключа, она теперь не просто без параметров, она принимает в качестве параметров строку атрибутов, и эта строка атрибутов как раз-таки и будет запросом на этот сертификат. А при генерации ключа генерируется не только ключевая пара, но еще и доказательство, которое здесь обозначено P, которое удостоверяющий центр уже может проверить и убедиться, что действительно закрытый ключ тому, кто это все сгенерировал, известен. В итоге, подводя выводы, вот рассмотрены четыре подхода, и явно есть необходимость для того, чтобы нам потом здесь через три-пять лет не созывать круглые столы, решая вопросы, обсуждая вопрос, как бы нам увеличить распространение постквантовых KEM сертификатов, потому что постквантовый TLS, он сейчас уже в ETF разрабатывается, и там аутентификация основана именно на KEM-ах. Чтобы нам не пытаться решить вот эту родовую проблему потом какими-то заплатками организационными, инфраструктурными, техническими, предлагается ровно сейчас обратить внимание, пока у нас как раз на нормальном уровне находится работа в рабочих группах над этими механизмами, обратить на это внимание и использовать либо совместимые, делать совместимые схемы, либо использовать вот этот вот подход генерации с доказательством. У меня на этом все. Спасибо за внимание. Спасибо, Евгений. К сожалению, время закончилось, поэтому если будут вопросы, лучше задать их в кувар. Давайте попросим следующего докладчика. Это актуальный вопрос сравнения протоколов сервисов проверки электронной подписи. Екатерина Ермина. Екатерина у нас уже не первый раз выступает. В прошлом году тоже был очень интересный доклад, так что успехов. Добрый день. Спасибо большое за возможность представить в этом году мой доклад про то, что должна делать доверенная третья сторона, как проверять подписи. Мы уже два дня говорили. И о том, что необходимо разрабатывать стандарты как инструменты, позволяющие разработчикам в последующем разрабатывать свои программные продукты по определенным, унифицированным, так скажем, правилам. В рабочей группе ПЛИТК-26 мы уже несколько лет ведем разработку проекта методических рекомендаций на основе широко используемого протокола проверки подписей и сертификатов на основании RFC-3029. И перед началом этой работы был проведен анализ международной практики, выбраны наиболее подходящие решения, которые могли бы лечь в основу разрабатываемого стандарта. Тогда мы сравнили три стандарта. Это XKMS, OASIS-DSS и RFC-3029. Было понятно, что эти протоколы позволяют выявить более эффективные подходы к проверке электронной подписи. И выбран тот протокол, который мог бы лечь в основу разработки отечественного стандарта, как имеющие более подходящие технические характеристики. Однако использование сервиса проверки подписи вызвало новые, придало новую практику их использования. И как сегодня сказал Алексей Качалин, оживает и развивается только то, что используется. Так и у нас получилось. Сейчас используются документы в формате XML, которые имеют несколько подписей. И, например, в случае с E-CMR документами, эти подписи сформированы на разных криптографических стандартах, относящихся к тем государствам, которым принадлежат хозяйствующие субъекты. В частности, в E-CMR, в электронных транспортных накладных, там есть несколько подписей. Это грузоотправителя, перевозчика и грузополучателя. Поэтому применение протокола RFC 3029, оно как бы в рамках решения проверки вот таких вот сложных подписей вылилось в некую задачу со звездочкой. И не только в технологическом плане, но и в том, что… Ну и в организационном, потому что нужно было договариваться с ДТС различных государств, как реализовать вот это вот деление подписей, проверку и предоставлять единообразные результаты друг другу. Подобный кейс по проверке множественной подписи как раз вернули нас к тому, что нужно бы сделать, повторить анализ практики применения протоколов при проверке электронной подписи. В этот раз XQMS мы не рассматривали, потому что он с тех пор не поменялся. А вот OASIS, DSS, получил развитие в своей второй версии, которая официально опубликована и утверждена в конце 2019 года. Обновленный протокол позволил устранить ошибки, известные уязвимости. Там также были учтены требования, которые стали известны после того, как этот протокол применяли в Европейском Союзе. Была упрощена базовая схема формирования элементов. Также выполнена дополнительная поддержка синтаксисов, отличных от XML. Протокол OASIS DSS состоит из основного модуля описания метаданных и сопутствующих JSON и XML схем. Назначение протокола при этом осталось неизменным. На следующих слайдах в виде таблицы приведено сравнение. Я позволю себе прокомментировать некоторые из строк. Стоит добавить, что OASIS DSS позволяет не только создавать и проверять электронную подпись по исходному документу, но и позволяет это делать при предоставлении хэш-значения документа и хэш-значения и значения электронной подписи при проверке документа. Транспортные протоколы, они примерно в одинаковых транспортных протоколах могут существовать. Надо сказать, что нативно OASIS DSS поддерживают больше видов подписей, однако RFC 3029 никак не ограничивает типы используемых подписей, поэтому в целом может применяться для всех типов совершенствованных подписей. Результаты проверок обоих протоколов подписываются электронной подписи, что для нас очень важно, поскольку эти результаты могут быть использованы для обеспечения юридической значимости результатов проверки. Что касается поддержки множественной подписи, то надо сказать, что RFC 3029 не описывает варианты, когда может быть использовано несколько подписей, но при этом и не ограничивает варианты такого использования. также нужно сказать, что оба протокола могут применяться при проверке иностранных подписей средствами доверенных третьих сторон. В целом из сравнения видно, что каждый из протоколов применим и в зависимости от того, какая бизнес-задача стоит у организации. Как реализован DTS по RFC 3029 нам в целом понятно, потому как мы имеем уже варианты реализации. А вот как используется OASIS DSS в Европейском Союзе, мне было достаточно любопытно. И оказалось, что этот протокол лег в основу двух стандартов ETSI по валидации подписей в формате ADES и по созданию удаленной цифровой подписи. Эти стандарты разрабатывались еще тогда, когда протокол OASIS DSS был на стадии черновиков, согласования, утверждения. Поэтому стандарты несколько модернизированы, там определены новые элементы. При этом в этих стандартах определено, что в случае получения множественной подписи можно определить наборы полученных подписей для проверки, а также их расширения. И в запросе можно также указать, насколько подробным должен быть получен ответ. Интерес вызывает тот факт, что оба перечисленных стандарта, так же как и стандарт протокола доверенного сервиса долговременного хранения, они легли в основу так называемой EIDOS-экосистемы, которая сейчас на слайде. И таким образом сформировался API-стандарт, позволяющий, предоставляющий программные интерфейсы для ключевых сервисов экосистемы, включающий сервис создания и проверки подписей и печати, которые затем могут быть проверены в сервисе валидации и в конечном счете может быть обеспечено их хранение в течение необходимого времени благодаря сервису долговременного хранения. Такая экосистема – это лишь небольшой шаг для того, чтобы все участники взаимодействия могли общаться на одном языке, использовать общие интерфейсы, в данном случае тут XML и JSON. И благодаря такому подходу сервисы электронной подписи активно применяются в Европейском Союзе аккредитованными операторами доверенных сервисов. Анализ протоколов сервисов проверки электронной подписи позволил оценить возможности каждого из протоколов, и каждый из них предоставляет спектр инструментов для решения бизнес-задач, связанных с проверкой электронной подписи. Несмотря на то, что ОАЗИС ДСС более подробно отписывает подходы к проверке множественной подписи, он пока что не применяется доверенными третьими сторонами наших стран-партнеров, хотя есть информация, что некоторые из этих ДТС стоят на пути того, чтобы аккредитоваться и оказывать услуги по проверке электронной подписи в соответствии с EIDAS. У Газинформсервиса тоже был опыт обработки запросов и ответов по протоколу ОАЗИС ДСС еще в доковидные времена. Сейчас же протокол RFC-3029 с учетом всех возможных подходов к его реализации широко используется доверенными сторонами Беларуси, Казахстана, Армении. И доверенные третьи стороны этих стран умеют договариваться об нюансах реализации, чтобы была технологическая совместимость. И за большой вероятностью этот же протокол ляжет в основу доверенной третьей стороны Узбекистана. В заключении хочу сказать, что всегда важно, чтобы на другом конце провода был понимающий тебя ответчик. И если этот понимающий умеет еще общаться на нескольких языках, протоколах, то это вообще отлично. Как говорил Вольтер, кто знает много языков, тот владеет всеми ключами к замку. А мы скажем, что кто владеет большим количеством протоколов, тот сможет иметь больше возможностей для проверки электронной подписи. Спасибо за внимание. Есть ли вопросы, коллеги, к докладчику? Мне кажется, что это достаточно структурированный доклад. Но если вопросы будут, тогда в клуарах уже. Отвечу, спасибо. Спасибо. Следующий докладчик у нас Татьяна Станкевич, тоже известный специалист в узких кругах. Да, коллеги, всем привет. Я последний раз на этой сцене стояла в 2017 году. Вот немножко даже волнуюсь, даже не немножко. Так, в общем-то, на текущий момент времени я являюсь ведущим менеджером по продукту в компании ВК. Наше подразделение ВК Protect занимается разработкой прикладных механизмов обеспечения пользовательской безопасности. И также мы разрабатываем сквозные микросервисы для продуктов группы. Думаю, с продуктами группы многие из вас знакомы. Это ВКонтакте, Одноклассники, Mail.ru. Вот, собственно, ВБ я уже достаточно давно, более 10 лет. Но сегодня хотелось бы, помимо там обширного опыта в различных направлениях безопасности, хотелось бы сконцентрироваться именно на криптографической защите и тесно связанной с ней инфраструктуре открытых ключей. Ну, в общем-то, спасибо за внимание. Собственно, о чем поговорим. Хотелось бы, во-первых, систематизировать понимание того, что такое инфраструктура открытых ключей и зачем она нужна. Дальше остановиться на том моменте, какие проблемы и серые зоны в связи с этим понятием существуют. Рассмотреть тесты, которые нам покажут проблематику, обнаруженную нами, и, собственно, немножко поговорить о том, на что смотрят пользователи при выборе средств электронной подписи. Итак, что такое PKI? Как мы все ее понимаем? По сути, это набор компонентов, которые необходимы для решения двух главных задач – реализации двух механизмов электронной подписи и шифрования. Помимо этого, такой дополнительной сферой, где мы PKI активно можем использовать, является строгая аутентификация в различных информационных системах и взаимная или односторонняя аутентификация при построении защищенных подключений клиент-сервер и защищенных каналов. Собственно, в 2019-2023 году у нас произошел значительный рост числа компонентов инфраструктуры открытых ключей. она стала сложнее, и процессы того, как с ней нужно работать, становятся, ну, обрастают какими-то дополнительными требованиями. Ну и несмотря на то, что у нас произошел ряд фундаментальных изменений в 63-м федеральном законе и связанными с ним нормативно-правовыми актами, осталась такая некоторая серая зона. Серая зона связана с проверкой действительности электронной подписи. Что такое действительно электронная подпись? Если мы говорим про неквалифицированную подпись, это проверка ее математической корректности и действительности сертификата и цепочки сертификатов. Ну и, собственно, когда говорим про квалифицированную, у нас добавляются процедуры, связанные с проверкой машиночитаемой доверенности. Ну и, собственно, именно вот проверка сертификата и цепочки сертификатов вызывает ряд вопросов. Эта же проверка у нас накладывается и на проверку действительности машиночитаемой доверенности. Собственно, такой известный институт, как НИСТ, уже давным-давно обратил внимание на то, что проверка действительности сертификата и цепочки сертификатов требует отдельного регулирования. И, собственно, когда они обнаружили эту проблему, они как раз-таки подготовили набор тестов, набор тестов, которые помогают проверить, как функционируют средства электронной подписи, в полном ли соответствии с X509 или есть какие-то отклонения. Собственно, мы взяли эти тесты, они опубликованы в открытом доступе и наборы тестовых данных для них также лежат в открытом доступе. Вот на слайде есть ссылка внизу. Их можно взять и дальше уже использовать в своих целях. Следующим этапом мы взяли несколько известных всем вам средств электронной подписи и провели такую аналитику, какое из этих средств электронной подписи работает с международной криптографией, потому что, соответственно, тесты заточены на международную криптографию. Какие допущения мы при этом предполагали? Во-первых, логика проверки цепочки сертификатов и самого сертификата различными средствами электронной подписи должна быть одинаковой. Второе. Результатом работы средства электронной подписи будет являться подтверждение того, что электронный документ и его электронная подпись действительно, либо недействительно. Ну и, соответственно, что мы дальше начали делать? Дальше мы взяли виртуальную машину, установили туда вот эти наборы тестовых данных, предложенных НИСТ, и посмотрели, с какими результатами обрабатывают эти тестовые данные различные средства электронной подписи, наши российские. Здесь можно, кстати, сказать, что, по сути, вот, знаю многих заказчиков, которые в связи с введением МЧД переходят на неквалифицированную электронную подпись на РСА, там в первую очередь, конечно, для своих каких-то кадровых задач. Эта проверка также может быть интересна и может быть заложена в основу запуска определенных своих внутренних бизнес-процессов. На следующих слайдах все написано очень мелко, я не буду на них останавливаться. Вот просто видно, что брали мы к сравнению 7 средств электронной подписи, 4 из них не поддерживают работу с российской криптографией в своем сертифицированном исполнении. И вот 3 средства электронной подписи, которые могут быть использованы для квалифицированной и неквалифицированной П, поддерживают зарубежные криптоалгоритмы. Как мы видим, на данном слайде два средства электронной подписи имеют отклонение в результатах обработки тестовых данных от тех эталонных значений, которые нам описывает НИСТ. И одно средство электронной подписи проходит их, завершает тесты с эталонными значениями. Хотела остановиться на нескольких примерах, чтобы было вообще понятно, где возникают ошибки. Первый тест, да, всего тестов 76. Первый тест, вот для примера, не знаю, видно или нет скрины, скорее всего нет. Но суть его заключается в том, что сертификат и цепочка сертификатов считаются действительными в случае, если издатель ниже стоящего в цепочке сертификата равен субъекту выше стоящего. При этом вполне себе допустимо, чтобы были допущены какие-то дополнительные пробелы или регистры букв отличались. Ну и, соответственно, согласно данному тесту НИСТ, подобный сертификат, где разница в субъекте, в издателе и субъекте заключается только в пробелах и регистре букв, обработка должна быть завершена успешно. Ну вот, собственно, одно средство электронной подписи завершает эту обработку успешно, два других говорят, что нет, сертификат является недействительным. Следующий пример, пример более сложный. Здесь есть у нас корневой удостоверяющий центр и четыре промежуточных удостоверяющих центра плюс сертификат конечного пользователя. Идея проверки заключается в том, что когда у нас указан идентификатор политики сертификатов и в ограничениях политики прописана явная политика пропуска этих сертификатов через последующие, ну, собственно, сам идентификатор должен повторяться во всех сертификатах в цепочке. В данном тесте первый промежуточный сертификат в цепочке имеет явно определенный идентификатор политики и ограничение пропуска на четыре сертификата. Соответственно, сертификат конечного субъекта должен повторять этот идентификатор, он его не повторяет. Соответственно, если сертификат признан успешным, является успешно проверенным, то результат обработки не соответствует эталонному значению. Опять-таки, два средства электронной подписи здесь допустили ошибку. И еще один пример, пример на ограничение длины цепочки. Здесь у нас опять есть один корневой удостоверяющий центр и четыре промежуточных. Собственно, первый промежуточный устанавливает ограничение на длину цепочки равную шести, второй промежуточный ограничение равное единице и третий, опять же, ограничение равное единице. Проверка у нас ломается на сертификате второго промежуточного удостоверяющего центра, поскольку в соответствии с его ограничениями длины пути через один сертификат максимум должен уже находиться сертификат конечного пользователя. Опять получили отклонение от эталонных значений в результатах работы двух средств электронной подписи. Таким образом, одно из средств электронной подписи в результате выполненного тестирования показало отклонение от эталонных значений в 10,5% результатов и второе в 6,5% результатов. Здесь хочется подчеркнуть то, что мы посмотрели только на средства электронной подписи. Существует очень много прикладного программного обеспечения, например, те же самые платформы-операторы до какие-то кадровые системы, которые эту функциональность реализуют и каким образом там прописана логика обработки цепочки, остается как раз таки вот этой самой серой зоной. Несмотря на это, многие пользователи средств электронной подписи и в принципе какой-то реализации механизма электронной подписи об этом, конечно же, не задумываются. Они смотрят на те критерии, которые всем понятны и очевидны. Это в соответствии 796 приказу, в соответствии 795 приказу для тех, кто хочет запросы на сертификат квалифицированный формировать самостоятельно, а не перекладывать это на плечи удостоверяющего центра. Это наличие программного обеспечения в едином реестре, поддержка различных форматов электронной подписи, то есть в том смысле, что возможность формирования подписи в формате XADES, PADES. Безусловно, это работа с МЧД. Несмотря на то, что кажется, данная функциональность выходит несколько за рамки функционирования средств электронной подписи, все-таки некоторые вендоры эту функциональность затаскивают в свой продукт. Это является, конечно, очень крутой конкурентной особенностью, но тем не менее здесь также хочется понимать, а насколько эта логика реализована корректно. Ведь нет какого-то четкого регламента, стандарта, а как должна такая проверка выполняться. Ну и как отдельные, наверное, критерии для тех, кто сейчас смотрит в сторону неквалифицированной подписи, это поддержка работы с зарубежными криптопровайдерами, ну и отдельно поддержка работы с российскими криптопровайдерами, которые находятся либо в составе средства электронной подписи, либо же вот сам криптопровайдер совместно с неким пользовательским интерфейсом вместе составляют средства электронной подписи. Ну и, собственно, дальше на слайде у нас представлены результаты по каждому из критериев сравнения. Я на них также останавливаться подробно не буду, с ними можно будет ознакомиться в презентации. Что хочется отметить в завершении выступления. Ну, во-первых, 100% средств электронной подписи, которые мы приняли к сравнению, соответствуют требованиям российского законодательства. Они имеют сертификаты соответствия, они присутствуют в едином реестре. При этом серая зона, которая регулирует логику обработки сертификата и цепочки сертификатов, нигде не описана. О чем это говорит? Это говорит о том, что мы, проверяя электронный документ одним средством электронной подписи, получим положительные результаты его проверки, а проверяя другим средством электронной подписи, проверим отрицательные результаты его проверки. Если там, допустим, для DLP-систем, которые каждая сама по себе реализует определенную логику, определенную специфику, это приемлемо в рамках какой-то конкретной информационной системы, то когда мы говорим про электронную подпись и средства электронной подписи, которые, кажется, должны обеспечивать некую интероперабельность результатов работы, то кажется, что это является недопустимым. Собственно, существует ряд прикладных продуктов, для которых эта логика, опять же, ничем не регламентирована, а хочется, чтобы это было и имело место быть. Ну и вот в разрезе машиночитаемых доверенностей, которые также при работе, при использовании для формирования проверки квалифицированной электронной подписи должны обрабатываться. Опять же, мы сталкиваемся с тем, что результаты обработки ее могут быть завершены абсолютно с различными результатами. Ну и ключевой вывод, безусловно, нам нужны некие стандарты, регламенты, которые будут описывать подходы к проверке статусов сертификатов и также регламенты, которые нам определяют порядок обработки полномочий в машиночитаемых доверенностях, но и, собственно, ту же проверку сертификата, которым заверена машиночитаемая доверенность. Собственно, вот теперь все. Теперь все. Спасибо, Татьяна. Ну, конечно, у нас не задумывалось, что наша сессия будет дискуссионной, но вот ваш доклад, он вызывает массу вопросов. У меня всего лишь два вопроса и некоторое суждение потом будет. Первый вопрос, где вы взяли такое замечательное определение PKI, что это набор ключевых, значит, набор компонентов для решения задач электронной подписи и шифрования. В каком учебнике вы это взяли? Ссылочки у вас не было просто. Ссылочки не было. На самом деле, примерно такое определение есть на Википедии, но на самом деле оно… Вот я студентам говорю, не ходите на Википедию, не отражает это. Вот у нас беленький Николай Иванович сидит в зале, да, он уже выступал у нас на PKI-форуме, что коллеги, значит, давайте мы все-таки о терминах, к терминам будем относиться трепетно, если мы приводим какие-то определения, значит, чтобы они имели ссылку, чтобы можно было покритиковать, потому что есть такое определение, но оно дано с точки зрения криптографов, а определение PKI-правильное находится в стандартах и в учебниках, которые вы, к сожалению, не читаете. Второй вопрос. У вас появился научный руководитель или вы по-прежнему сами варитесь в собственном соку? Так я же защитилась. Мне нужен научный руководитель на докторскую. Я в поисках. Ну, я хочу сказать, что у вас по тексту, значит, выборочно выхвачены определенные аспекты, которые вы реально проверили, но выводы никак не связаны с постановкой задачи и с текстом, который у вас содержится в середине вашего исследования. Понимаете, нельзя делать выводы на отрывочных, несистемных исследованиях. К тому же есть и РФС, которые описывают процесс проверки статуса сертификатов. Вам сначала нужно посмотреть сертификат, и вы сначала должны проверить электронную подпись удовлетворяющего центра, который этот сертификат выпустил. Сначала математически она проверяется, криптографическими. Потом вы смотрите цепочку сертификатов. И цепочка сертификатов, если раньше у нас вообще на каждое плечо в ранних стандартах 15 лет назад еще это было 5% потери доверия, то сейчас 1% потери доверия. Поэтому есть ограничения на плечи. Понимаете? Вот это все у вас как-то, ну, несистемно. Понимаете? И вот там мне как доктору наук смотреть на ваш доклад просто больно. С вами надо было позаниматься до того, как выпускать вас на такую профессиональную аудиторию. Вот. Есть у вас вопросы, коллеги? Пожалуйста. Алексей Геннадьевич, можно я отвечу? Спасибо вам большое за критику. Я на самом деле к ней очень адекватно отношусь. Возможно, я бы немножко тут все-таки это дискуссионный момент. Я попыталась сократить и, на мой взгляд, все-таки результаты исследований, которые мы представили, они коррелируют с выводами. Может быть, мне не удалось вот в рамках тайминга донести. Ну, доказать вы это не смогли. Конечно, у вас очень нестандартные, интересные всегда подходы. И я же сказал, что вы известный специалист в ВСКУ. Пожалуйста, Сергей Анатольевич. Так, Алексей Геннадьевич, я хочу такого для него защитить. Вот. Первое, да, просто браво за инициативу, это ее инициатива. Нет, то, что тесты есть и то, что они действительно и в свое время Мурогов, Сергей Михайлович, по ним проходят. Но ведь дело в том, постановка задачи и то, что исследуется, и то, которое исследуется, это должна быть прослеживая мость, прозрачность и понятность. Ну, это отдельно. В принципе, доклад очень интересный. Я, критика-то она, значит. Да. Доклад очень интересный. Я поблагодарил. А вот, если вы задумаете публиковать, я готов вам помочь отредактировать это все, потому что это воспринимается ужасно. Очень интересный доклад, хороший. Я хочу, чтобы все мы поблагодарили за этот доклад. Татьяну. Так, Николай Иванович просит слово. Пожалуйста, беленький Николай Иванович. Гринатам. Так точно. Нападать на женщину я не буду совершенно, потому что я женщин люблю, особенно женщин в науке, их мало. Вот. Пусть растут, развиваются. Все это дело, как говорится, наживное. И когда-никогда, ближе к вашему опыту, так же будет легко замечать все недостатки в чужих докладах. Вот. Это нормально. Единственное, что я не хотел, хотел бы сразу, вот, Алексей Иванович, с вами пополемизировать. Совершенно кратко. Я не могу никак с вами согласиться, что законно-технического регулирования – это революция. Это такая же беда, это катастрофа, как развал Советского Союза. Это диверсия, уничтожившая систему стандартизации. Так я именно об этом и сказал, Николай Иванович. Ну, какая это революция? Ну, что вы, в самом деле? Революция – это сначала все до основания разрушить, а должны были быть созданы технические регламенты, которые у нас сейчас появляются фрагментарно в некоторых отраслях, в частности у вас. Вот. Потом дальше вот то, что здесь были доклады мало связанные со стандартизацией, да, ну, по ним комментарии нет никакого. Основа. Когда определяешь свое отношение к чему-то, да, один мой руководитель говорил, ответь на основной вопрос системотехники. А нахрена собственно? И вот ответив на этот простой вопрос, дальше все идет как бы как по накатанной. Дело в том, что если рассматривать регулирование как таковое, да, в общих чертах, то у нас подход к регулированию чего-либо не исповедуется в принципе, хотя он каждому преподается на третьем курсе технического вуза. Когда мы говорим, о чем мы собственно регулируем, объект регулирования какой? Вот то, что вы затронули, что нельзя регулировать технические вещи федеральными законами. Ну, потому что люди не представляют объекта регулирования. Если бы они понимали, что федеральными законами регулируются отношения, а не технические протоколы, то тогда у нас с регулированием было бы все лучше. А с другой стороны, а что такое стандарт? Вот здесь сейчас ссылки были на РФС, не каждый РФС стандарт. А где у нас в России аналог этого? Чтобы можно было свои достижения, знания зафиксировать для комментариев другими и чтобы по мере обсуждения, совершенствования они когда-никогда, возможно, стали стандартами. Вот такой системы превращения знаний в стандарты, ее практически нет. Но стандарт это же не знание. Стандарт это ограничение при регулировании. То есть все возможные управляющие воздействия мы классифицируем, и часть из них объявляем краевыми или там граничными условиями, закрепляя в стандарте. Они неизменны. Зачем? Для того, чтобы уменьшить возможность по регулированию, для достижения, гарантированного достижения успешного результата. Спасибо, Николай Иванович. Спасибо вам большое. У нас отношения к стандартам такого нет. А если исповедовать именно подход по управленческий, скажем так, то тогда все станет на свои места. Пока я этого не увидел, пока все стандарты это больше существительные, а не прилагательные. Спасибо вам большое, Николай Иванович, за ваш комментарий. У нас просто регламент уже не позволяет продолжить нам дискуссию. Но я очень рад, что она завязалась, что мы живое общение тоже услышали. И я надеюсь, еще услышим, если следующий доклад не будет. Но у меня, у вас тоже, извините, я к вам подойду, мы с вами подискутируем. Да, я предлагаю дискуссию в кулуар. У нас остался последний доклад, который разделяет нас на нашу аудиторию от обеда. Это X-протокол и суверенная модель управления учетными данными. Илья Герасимов. К сожалению, только 15 минут. Участь последнего докладчика. Коллеги, спасибо за возможность принять участие на PKI-форуме. Я расскажу про систему управления учетными записями, учетными данными, особенно в контексте использования персональных данных. Мы поговорим о моделях, на основе которых можно строить эти системы. Ну и самое главное, как это все реализовывать, в том числе с применением криптографических механизмов. Итак, по сути мы решаем такую задачу, что в рамках цифровизации существующих процессов нам нужно обеспечивать идентификацию и аутентификацию пользователей этих процессов. То есть нам просто нужно определить, с кем мы работаем, имеем ли мы право работать и многое другое. Но логично возникают вопросы, а как это все сделать. В рамках определения систем управления учетными записями уже активно развивается стандартизация этого понятия. То есть вот на слайде приведены несколько стандартов, которые вносят определение процессов идентификации, аутентификации, требования к архитектуре системы управления учетными записями и, соответственно, к участникам. В рамках доклада я выделю, наверное, такую структуру, в которой у нас есть провайдер учетных данных, который создает эти учетные записи и отвечает за их проверку и подтверждение. Некоторый сервис, которому необходима эта аутентификация, сами пользователи. Ну и также, что у нас должны быть определены данные о самом пользователе в системе провайдера учетных данных, то, как он эти данные предоставляет в рамках аутентификации и, соответственно, как выглядит подтверждение. Задача доклада, в принципе, определить, куда мы можем двигаться в рамках определения систем управления учетными данными. То есть если у нас есть определение процессов, требований, можем ли мы как-то конкретизировать функционал в рамках этих требований, ну и, соответственно, как разработчику действовать, чтобы удовлетворить всем необходимым требованиям и реализовать эту систему. Ну, чтобы определить наш путь, мы должны пройтись по тому, как все зарождалось. Самая, наверное, первая система управления учетными данными – это так называемая изолированная модель. То есть каждый сервис сам себе провайдер учетных данных, он сам у себя регистрирует пользователя, выполняет идентификацию, аутентификацию и обеспечивает соответствующие услуги. Ну, проблема такой модели просто в том, что в каждой системе пользователь – это какая-то новая сущность, это может быть даже не человек, а что-то еще, потому что классический пример – мы определяем участника системы, как некоторые логины, пароль. Если там придется осуществлять некоторую операцию с участием нескольких сервисов, то возникают закономерные сложности. Как же это можно решить? Ну, дальше мы переходим к центральной модели, где мы, по сути, вводим так называемый провайдер учетных данных, который собирает запросы от сервисов на аутентификацию некоторого пользователя и возвращает ответ, подтверждение результата о том, корректная ли аутентификация, то есть прошел ли, подтвердил ли пользователь свою личность, свой идентификатор в системе. Но здесь тоже есть проблематика, начинающаяся с того, что у нас есть одна точка доступа к данным и функциям аутентификации, и также с точки зрения практики у нас возникает такая ситуация, что все-таки данные для аутентификации, они могут представляться в самых различном виде, там, паспорт, снился, нэнэн и так далее. И в том числе алгоритм проверки этих данных, их валидации, он может также отличаться, и один провайдер учетных данных, по сути, может не отвечать за проверку каких-либо других данных. Ну и переходя дальше, мы рассматриваем уже федеративную модель, в которой мы предоставляем возможность одному провайдеру учетных данных обратиться к другому за просьбой проверить некоторые данные, учетные данные, просто ответить на вопрос, легитимный ли это пользователь. Ну, что у нас получается здесь? Если у нас пользователь предоставляет некоторому сервису данные аутентификации с целью пройти ту самую аутентификацию, то в рамках всех трех моделей у нас возникает такой момент, что мы передали данные, мы аутентифицировали все хорошо, а что с этими данными дальше происходит, мы не знаем. То есть пользователь теряет контроль над их распространением и с практической точки зрения это всякие примеры утечек персональных данных или любых других данных аутентификации. Стоит отметить, что также эта модель, она на текущий момент, наверное, является самой распространенной в части реализации. То есть классический пример это система ESEA, но нужно отметить, что ESEA это не только те самые протоколы идентификации, аутентификации OpenID, SAMU или что-либо еще. Это очень тяжеловесная структура, которая включает в себя множество других вещей. Итак, мы обозначили, что у нас теряется контроль над распространением данных. Ну что ж, давайте предоставим этот контроль. И следующая модель, которая вносит этот контроль, называется модель, ориентированная на пользователя. На английском это user-centric model, то есть юзероцентрическая, если дословно. То есть пользователь сам определяет, как он подтверждает данные, при этом система должна разрабатываться таким образом, чтобы, во-первых, мы все так же могли аутентифицировать пользователя. То есть до провайдера учетных данных должны эти самые данные аутентификации дойти, чтобы он мог выдать результат проверки, но и при этом, чтобы у сервиса не было возможности распространять эти самые данные. В части реализации этой модели можно рассмотреть так называемый X-протокол, в котором реализуется модель, ориентированная на пользователя. То есть мы используем как раз те самые криптографические механизмы, чтобы обеспечить подтверждение персональных данных без возможности их раскрытия сервисом, запрашивающим проверку персональных данных. Чтобы не загружать аудиторию, я вкратце пройдусь по самому протоколу, не вникая в поля, которые отправляются и обрабатываются. То есть что здесь важно? У нас формируется запрос, в котором кому, кто, что и на какой срок будет подтверждать персональные данные. И на основе этого запроса, если пользователь совсем согласен, он, да, готов подтвердить персональные данные, но подтверждение он отправляет в виде зашифрованного сообщения, так называемого блоба, в котором шифруются запросы и те самые персональные данные на ключе, выработанном с помощью алгоритма согласования ключа между пользователем и инспектором персональных данных, то есть провайдером учетных данных в системе управления учетными записями. Ну и соответственно у сервиса расшифровать эту зашифрованную часть у него возможности нет. Он может проверить, что действительно этот блоб был получен у пользователя с помощью проверки электронной подписи. Ну и соответственно получить заключение по блобу от инспектора персональных данных. Что здесь нужно выделить? Ну соответственно мы реализуем модель ориентированного пользователя и решаем ту самую задачу обеспечения контроля над распространением данных. Второе это то, что на каждый отдельный запрос мы формируем отдельный блоб. Соответственно если что-то случается с некоторым блобом, мы все остальное не раскрываем. Ну и последнее довольно важное в контексте текущих обсуждений это то, что мы не ориентируемся на какие-то вещи не стандартизированные у нас. То есть используются гостовые стандарты электронной подписи, хеширование и алгоритм шифрования. Казалось бы на это можно было бы остановиться, но здесь мы также можем выделить следующие проблемы. Во-первых, это обеспечение анонимности, то самое privacy, которое сейчас часто звучит в рамках стандартизации. То есть с одной стороны пользователь не хочет о себе рассказывать много лишнего, кто он и откуда. С другой стороны сервис не хочет раскрывать его активность в том плане, каким пользователям он предоставляет услуги и вообще чем он занимается. Второй момент это то, что если вы, я надеюсь, обратили внимание на схему модели ориентированного пользователя, вы можете заметить, что последний шаг это как раз запрос у провайдера или инспектора персональных данных проверки тех самых данных. Но в реальности этот процесс может затягиваться в том плане, что, например, инспектор может быть не в сети. И, соответственно, хотелось бы получить некоторый механизм оффлайн-аутентификации без взаимодействия с инспектором. Ну и последнее, наверное, самое такое сильное свойство, которое достаточно тяжело получить. Это, опять же, мы возвращаемся к теме удостоверяющих центров. Можно ли как-то эту часть системы управления учетными записями распределить, чтобы, если что-то случается с удостоверяющим центром, мы не потеряли доступа к самой системе. Ну и для решения уже этих проблем вводится так называемая суверенная модель, в которой, соответственно, уже нет в конце взаимодействия с провайдером учетных данных. Все операции выполняются распределенно, то есть каждый может независимо проверить учетные данные, при этом сами данные не должны быть раскрыты. Ну и примером практической реализации такой модели это являются децентрализованные идентификаторы и верифицируемые учетные данные. Я здесь долго останавливаться не буду, тем более, что вчера про децентрализованные идентификаторы уже рассказывалось. То есть у нас вместе с идентификатором хранится схема верификации. Сама верификация может быть выполнена независимым каждым участникам, ну и, соответственно, децентрализованное хранение идентификаторов. Что касается верифицируемых учетных данных, то здесь суть в том, что мы теперь утверждения представляем в виде некоторых утверждений о децентрализованных идентификаторах. Мы формируем на их основе некоторое представление, которое является валидным только при условии, что его сформировал владелец этих верифицируемых учетных данных. Ну и то, что, опять же, верификация должна бы выполняться независимым, то есть здесь уже не в контексте некоторого распределенного реестра, а в том плане, что если пользователи сервис будут взаимодействовать друг с другом без участия кого-либо еще, у них будет достаточно оснований, достаточно механизмов для того, чтобы успешно выполнить аутентификацию. Начну сокращать немного выступление, потому что время заканчивается. Касательно трудности по реализации, ну это классический вопрос о том, как реализовывать распределенный реестр, но здесь еще особенность, что у нас, поскольку децентрализованные идентификаторы содержат не только сам идентификатор, но и некоторый метод верификации, то когда он попадает в распределенный реестр, все участники, отвечающие за запись в распределенный реестр, должны не только выполнить валидацию этого идентификатора, но и сертификацию метода, который будет использоваться. Что, как уже несколько раз обсуждалось, задача очень сложная, особенно чем больше тех самых участников, которые должны каждый по отдельности выполнить эту сертификацию. Что касается тех свойств, которые мы перечислили после определения модели, ориентированной на пользователя, здесь тоже все не очень… Здесь тоже есть свои тонкости. В частности, если мы говорим про анонимизацию, то здесь используются протоколы неинтерактивного доказательства с нулевым разглашением. Я позволю себе сослаться на доклад Евгения Константиновича о совместимости ключей. Если вы для тех самых протоколов неинтерактивного доказательства с нулевым разглашением, если для ключей, использующихся там, вы попытаетесь сформировать электронную подпись, у вас просто ничего не получится, потому что вы, как минимум, нарушаете требования стандарта, так как лептические кривы, используемые в тех самых протоколах, не соответствуют требованиям стандарта электронной подписи. Ну и в общем случае вы просто делаете нестойкую подпись, это вам же во вред. Что касается оффлайн-режима, то здесь есть проблема о том, как проверять, отозваны ли какие-то верифицируемые учетные данные. В части того стандарта, который определяет децентрализованные идентификаторы, вводится такая структура, как статус-лист, то есть просто список, по сути, битов, где там ноль – это значит все хорошо, один – это значит, что все плохо, и, соответственно, есть некоторый механизм, как по этому списку проходить. Но что здесь важно, что этот список вы получаете от самого провайдера учетных данных, то есть вам нужно к нему обратиться, это не совсем онлайн, не совсем оффлайн. Ну и последнее про удостоверяющий центр. Если мы рассматриваем то, как верифицируются учетные данные, то здесь нужно учитывать два момента. Это то, что если пользователю кто-то выдал учетные данные, то нам надо понять, существует ли право выдавать эти учетные данные, то есть пройти авторизацию. И если мы проходим по этой цепочке вдоль так называемого корневого провайдера, то мы должны еще его аутентифицировать, обратившись к той информации, которая есть в распределенном реестре. Подытожу быстренько, что у нас по вот этому пути моделей есть возможность прийти к модели ориентированной на пользователя и от них к суверенной модели, но при этом на основе анализа тех свойств, которые мы вроде как должны решить в суверенной модели, все-таки здесь появляются тонкости, которые не дают нам хорошего решения. То есть на практике это может быть достаточно опасно сразу переходить к суверенным моделям. При этом у нас уже есть небольшой шаг в развитии к модели, ориентированной на пользователя. Почему бы не сначала, то есть не начинать с конца, а перейти сначала к модели ориентированной на пользователя и в рамках нее решать задачи, те самые, которые возникают. В частности, если мы рассмотрим X-протокол, то попытаться решить задачу анонимизации с помощью, например, одноразовых идентифицировантов, либо какой другой механизм. Здесь вопрос открытый. Либо решать задачу оффлайна аутентификации в части формирования некоторых, например, токенов, чтобы заранее выполнять аутентификацию инспектора и уже потом передавать сервис. С нашей стороны мы ведем активное развитие в этом направлении. То есть на основе X-протокола у нас платформа цифрового доверия развивается при поддержке Минцифры. Мы готовим первые эксперименты по использованию платформы. Ссылки в слайдах есть. Я надеюсь, они будут распространены. Времени у нас не осталось. Если у кого-то будут вопросы, на слайде сейчас есть мои контактные данные. Не стесняйтесь, задавайте. Чем больше будет вопросов, тем только лучше. Спасибо большое за очень интересный доклад. Я себе записал шесть вопросов, которые я обязательно вам задам, потому что вы не до конца, простите, разобрались и в федеративной модели. Премьер ЕСИО совершенно не относится к федеративной модели. Суть ее в передаче безопасным образом, доверенным способом учетных данных из одной системы в другую. Значит, ну и так далее. Значит, стандарты, которые привели вначале, я знаю просто наизусть. Два из них я писал сам. А, значит, дальнейшие стандарты, на которых построен доклад, я тоже с ними хорошо знаком. И я надеюсь, что у нас предстоит с вами очень интересная беседа. Но не знаю, интересно ли она, она будет для всех. Поэтому, значит, если есть вопросы у коллег из зала, пожалуйста, задавайте. А чтобы вас не задерживать, если вопросов нет, я бы подвел итог. Мне кажется, что, значит, наша сессия прошла очень успешно. Было много интересных докладов. Из них вот доклад Татьяны Станкевичей, доклад Ильи Герасимова, они такие вот... У меня просьба просто... Вот материалы очень интересные, но пользоваться с ними аккуратно нужно. Вот в двух докладах. Потому что не все здесь до конца вот проработано. Вот. А всех я хотел поблагодарить за внимание. Мне кажется, что у нас получилась очень интересная сессия. И несмотря на сдачу номеров, многие уехали, но остальные, по-моему, все здесь, что тоже очень приятно. Я хотел поблагодарить всех за участие. Спасибо всем. Спасибо. Да. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ